Есть в Омской области такая традиция. Каждый год футбольные команды региона играют на снегу. Соревнование по зимнему мини-футболу на кубок компании Оша проводится с 1992 года. За время существования турнир объединил тысячи любителей футбола. Та работа, которую проводит компания Оша в плане вообще развития футбола, развития спорта, корпоративного спорта, она просто неоценима. И это хочется сказать, что не только в футболе, это и теннисный турнир, который входит во всероссийский календарь. Это и поддержка наших беговых мероприятий, сибирского международного марафона и всех мероприятий с ним связанных. 25 ноября стартовал основной этап турнира. В 2017 году было заявлено 85 команд, причем 25 из районов Омской области. Отборочный этап определил 30 сильнейших дружин. Они и сразятся за главный приз турнира. Командам, чтобы пробиться в финал, необходимо пройти групповой этап по круговой системе. Несмотря на морозную погоду, болельщиков на футбольных полях «Красной звезды» собралось немало. Я сегодня приехала посмотреть игры, посмотреть на игру мужа. Мне очень нравится атмосфера здесь, праздник. Все здорово организовано. Ну вот с коляской планируете ребенка как-то в спорт отдавать в дальнейшем? Ну да, надо с малых лет уже приучать, поэтому вовлекаем атмосферу спорта. Им жарко играть. Ну атмосфера. Замечательная, замечательная. Болельщиков очень много, как бы хорошо. Организаторы турнира стараются каждый год удивлять болельщиков. Изюминкой этого турнира стало участие известного испанского футболиста, финалиста Кубка Уэфа, экс-игрока Ливерпуля и Манчестер Сити Альберт Риеры. Сибирские морозы и футбол на снегу в составе команды Оша пришлись испанскому мячу по душе. Ну, у нас Сибирь, это по-другому только внутри поля, поэтому, ну, хорошо, мне понравится. Ну, я хотел попробовать, потому что я, конечно, не попробовал, это первый раз. Но понравилось, что, ну, хорошо тоже, что играем с хорошей командой, хорошие игроки тоже. И что в этот турнир тоже можно показать, что есть очень хорошие игроки здесь, которые, может, играют очень хороший футбол. Поэтому, ну, я рад, что Оша мне звонил и мне дали вот этот шанс поиграть. Команды продолжают сражаться за заветный кубок. Имя победителя станет известно в день закрытия турнира 23 декабря. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!